Комфорт и удобство пришли к нам благодаря тому, что мы научились обустраивать окружающий нас мир. Однако мы не достигнем благополучия, обустраивая мир вокруг. Если обустроить окружающую среду определенным образом, она станет комфортной и удобной. Но благополучие придет к вам только в том случае, если вы преобразите себя, и никак иначе. Что бы вы ни делали с окружающим миром, вы никогда не сделаете его на 100% таким, как вы хотите. Ничто в вашей жизни не происходит на 100% так, как вы этого хотите. Не так ли? Лишь частично. Что-то происходит по-вашему, что-то происходит по-моему. Это ничего. Мир не такой, каким вы хотите его видеть. И ни один человек не может соответствовать вашим желаниям на 100%. Это так? Ваши родители, ваши дети, ваш супруг, ваши друзья, ваш партнер, кто-нибудь из них, соответствует вашим желаниям на 100%? Хоть один человек. Даже о вашей собаке нельзя так сказать. В наши дни они делают то, что хотят. Если никто не поступает по-вашему, это не проблема. Проблема в том, что вы сами функционируете не так, как хотели бы. Не так ли? Если бы вы были такими, как хотите, какими бы вы себя сделали? Скажите мне, если бы вы на 100% соответствовали своим желаниям, какими бы вы себя сделали? Счастливыми или несчастными? Абсолютно счастливыми? Не так ли? Вы бы испытывали настолько приятные переживания, насколько это возможно? Не так ли? Следовательно, проблема в данный момент заключается в том, что вы не соответствуете своим желаниям. Или другими словами, ваше благополучие случайно. Если все внутри вас происходит случайным образом, то вы потенциальная катастрофа, не так ли? Начнем с того, что вы называете собой. Когда вы говорите «я», что вы называете этим словом? Вы же не имеете в виду ваш дом, машину, одежду, не так ли? Когда вы говорите «я», вы говорите вот об этом. Если все в вашей жизни происходит так, как вы хотите, за исключением вот этого, тогда вы страдаете, не так ли? Какой бы деятельностью вы ни занимались, для чего вы занимаетесь бизнесом, создаете семью, строите карьеру, что бы вы ни делали, почему вы все это делаете? Идете ли вы в храм или в бар, вы делаете это потому, что стремитесь к своему благополучию. Не так ли? Да? Кто-то идет в храм, потому что считает, что там он найдет свое благополучие. Кто-то идет в бар, потому что считает, что он найдет свое благополучие там. Не так ли? Они ищут одного и того же. Оба ищут что-то приятное. Некоторые люди хотят попасть в рай. Почему? Потому что в рекламе всегда говорилось, что рай — это очень приятное место. Если бы вам сказали, что рай — место неприятное, вы бы захотели туда попасть? Что бы вы ни делали, хотите ли вы быть здесь или оказаться в раю, вы по-прежнему находитесь в поисках приятного. Это все хорошо. Но как я могу приятно себя чувствовать? Вы видели мою тещу? Вы видели моего начальника? Да. Я все это видел. Если внешние ситуации становятся неприятными, разве не становятся еще более важным, чтобы внутри себя вы испытывали приятные ощущения? Если по какой-то причине внешние обстоятельства становятся неприятными, не становятся ли еще более важным, чтобы внутри вы испытывали приятные ощущения? Потому что приятные ощущения, приходящие извне, зависят от многих факторов. Иногда у вас получается их совместить, иногда нет. Но для того, чтобы испытывать приятные переживания внутри себя, необходимо лишь одно — вы сами. этот единственный человек должен соответствовать вашим желаниям. Не так ли? Окружающий мир не обязательно будет вам способствовать. Но я спрашиваю, готовы ли вы посодействовать своему собственному благополучию? За все прожитые годы вашей жизни сколько из вас провели хотя бы одни сутки в состоянии абсолютного блаженства? Было ли такое, чтобы за одни сутки вы не испытали ни одного мгновения тревоги, раздражения, гнева, беспокойства, и вы прожили 24 часа в полном блаженстве? Очень и очень немногие могут ответить на этот вопрос утвердительно. Если один день в вашей жизни пошел не так, это можно понять. Но если ни один день не прошел так, как вы этого хотели, что-то основополагающее в вашей жизни идет не так. Не правда ли? Да. Если ни одни сутки в вашей жизни не прошли так, как вы бы этого хотели, что-то основополагающее идет не так. Это происходит потому, что наша жизнь функционирует по воле случая. Мы используем этот человеческий механизм, ничего в нем не понимая. Например, если бы вы сели в автомобиль и, не зная, что это за три педали, нажимали бы их, когда вам вздумается. Представляете, с какими рывками вы бы ехали? Именно это сейчас и происходит. Дело не в том, что в своей жизни вы не знали умиротворения, радости, блаженства или восторга. Проблема в том, что эти состояния неустойчивы. Не так ли? Ваше благополучие происходит рывками. Сейчас вы чудесные, в следующее мгновение неприятные, вот вы прекрасные, тут же некрасивые, вот вы радостные, а что произойдет в следующее мгновение, даже представить сложно. Именно так все и происходит, не так ли? Насколько радостными вы были в возрасте пяти лет? И насколько вы радостны сейчас? Сколько радостных моментов вы переживаете в день? Их количество увеличилось или уменьшилось? Уменьшилось. Когда вам было пять лет, вы ничего не решали в своей жизни. Вам приходилось делать все, что вам говорили взрослые. Сейчас вы живете как хотите. И все, что вы делаете, вы делаете только из стремления к благополучию и радости. Но радости становится все меньше. Не значит ли это, что в вашей жизни что-то основополагающее пошло не так? Сейчас здесь нет людей того поколения. Допустим, в 40-х годах у вас был автомобиль. Вместе с автомобилем вам нужно было брать с собой двух помощников, чтобы заводить его с толчка. Если бы вы приобрели машину в 50-х годах, хватило бы одного помощника, который бы заводил ее с пусковой рукоятки. Сейчас же все автомобили оснащены автозапуском. Не так ли? Я спрашиваю вас только об одном. Ваша радость, ваше умиротворение, ваше благополучие. Перевести их на автозапуск или лучше с толчка? Я хочу услышать четкий ответ. Автозапуск. Я лишь говорю о модернизации технологий. Но сейчас ваше внутреннее благополучие все еще требует толчка для запуска. Если бы вы управляли им осознанно, вы бы существовали здесь словно сам Творец. Вы бы создавали свою жизнь такое, как вы хотите. Так что, по-моему, самый важный технологический процесс, который нам нужен, состоит в том, чтобы прежде чем начать конструировать окружающий мир, вы начали управлять собой так, как вы хотите. Если вы родились человеком, то одного выживания уже недостаточно. Не так ли? Просто есть, спать, размножаться и однажды умереть для человека почему-то недостаточно. Будь вы каким-то другим живым существом, все было бы просто. Сытый желудок — нет проблем. Но когда вы стали человеком, все изменилось. Пустой желудок — только одна проблема. Полный желудок — сотни проблем. Ваша жизнь начинается только после того, как решен вопрос выживания. Не так ли? Сейчас вы человек, и вы постоянно стремитесь к чему-то большему. К чувству удовлетворения, к тому, чтобы преодолеть границы. Мы разберемся с этим позже. Но сейчас, к чему бы вы ни стремились, самое главное, чтобы вы взяли собственные переживания в свои руки. Не так ли? Когда вам было пять лет, у вас было вот такое лицо. Оно сияло. Постепенно многие лица начинают вытягиваться. Не из-за бороды. Вот как все происходит. Встаньте на любой оживленной улице своего города. Каждую минуту мимо вас будут проноситься сотни людей. Многие из них за рулем автомобиля своей мечты. Но сколько радостных лиц вы увидите? Сколько? Если такие и есть, обычно это лица очень молодых людей. У людей старше тридцати лица обычно вытянутые. Почему? Для большинства из них жизнь сложилась гораздо лучше, чем они могли себе представить. Для большинства из вас жизнь сложилась лучше, чем вы могли мечтать. Определенно вы живете лучше, чем ваши отцы и дедушки, с материальной точки зрения. Да? Разве в материальном плане вы живете не лучше, чем ваши родители, дедушки и бабушки. Если только ваш дедушка случайно не был Махараджей. Значит, дело не в том, что в вашей жизни что-то идет не так. Но тем не менее, лица все равно вытягиваются. Почему? Если в поисках счастья вы будете пытаться перестроить весь мир, этому не будет конца. Но если вы сделаете разворот, то все уже прямо здесь. Потому что основа ваших переживаний находится внутри вас. Так что мы будем учиться тому, как совершить такой разворот. Это простой метод, простая технология для того, чтобы обратиться внутрь себя. Если вы обратитесь внутрь и возьмете под контроль основу или источник своих переживаний, разве после этого мне нужно будет говорить вам, выбирайте радость, не выбирайте несчастье. Вам понадобится такое описание? Понадобится такое учение? Будь у вас выбор, вы бы выбрали для себя приятное ощущение. В этом нет никаких сомнений. Проблема сейчас в том, что вы потеряли возможность выбирать. Почему так произошло, что вы не можете выбирать? Просто потому, что вы пытаетесь управлять этой системой, не понимая даже ее основ. То, что происходит внутри вас, не должно происходить по воле случая. Оно должно происходить согласно вашим намерениям, а не случайно. Не так ли? Мы прибегаем к помощи различных вероучений, лишь потому, что жизнь человека происходит по воле случая. Но я говорю не о религии. Это не философия. Это не учение. Это технология. Вам нужно лишь научиться ее использовать. Если вы не научитесь ей пользоваться, то работать она не будет. Записывается все без исключения. Каждое ощущение, каждый запах, каждый вкус, каждое прикосновение, каждый звук, каждый визуальный образ — все они записываются. И вот вы идете в эту огромную библиотеку и говорите «Это голос такого-то человека, это собака, это птица, это автомобиль». Допустим, вы сидите здесь, и неожиданно возникает новый звук, звук, которого вы никогда раньше не слышали. Замешательство. Потому что это что-то совершенно незнакомое. Спустя десять дней, идя по улице, вы снова услышите этот звук. И вы тут же распознаете его. О, звук с внутренней инженерии. Чтобы распознать, вам нужно, чтобы он был запечатлен ранее, иначе распознать вы не сможете. Вы сможете ощутить, но распознать не сможете. Восприятие. Распознавание. То, как вы распознаете, зависит от того, как это было записано у вас в прошлом. Вы слушаете хэви метал? Когда слушаешь хэви метал, его можно слушать только на полной мощности. Если хоть чуть-чуть тише, не сработает. Так что, если включить хэви метал, то несколько человек войдут в раж. У остальных будет нервный срыв. Один и тот же звук. Одному будет ласкать слух, а для другого будет ужасным. Так что не сам звук производит на вас эффект, а то, как вы его воспринимаете. Если вы воспринимаете его как музыку, он вызовет у вас приятные ощущения. Если же вы воспринимаете его как шум, он вызовет у вас неприятные ощущения. То, как вы его воспринимаете, зависит от ваших прошлых впечатлений. И это и есть ваша карма. Когда что-то сладкое — это ваша карма. Если что-то кажется прекрасным — это ваша карма. Когда что-то горькое — это ваша карма. Если что-то кажется уродливым — это ваша карма. Почему мы говорим, что это ваша карма? То, как вы все ощущаете, — это в ваших рук дело. Вы сами создаете свой опыт в каждое мгновение своей жизни. Сейчас вы создаете его компульсивно, неконтролируемо. Поэтому вам кажется, что к вам это приходит извне. Но если чуть осознаннее посмотреть на этот процесс, то можно делать его таким, как вам захочется. Так что вы сами творцы собственного опыта. И вот почему мы говорим, что когда так красиво всходит солнце, но мы видим, как кто-то ходит с депрессивным выражением лица, и цветы расцветают, и все во всей Вселенной складывается прекрасно. А тот человек ходит с депрессией на лице. Мы говорим, что такова его карма. Это значит, что он сам — это сурту. Во Вселенной нет никаких сбоев. Все хорошо. Своё несчастье он создаёт сам. Свою радость он создаёт сам. Агонию в себе он создаёт сам. Иксас в себе он создаёт сам. Потому что, по сути, всё переживание жизни на сто процентов ваших рук дело. Итак, восприятие, распознавание. Вы распознаёте что-то не таким, как оно есть, а согласно ранее воспринятым образом. Так что, какова ваша карма в прошлом, так вы и будете воспринимать. Третий раздел вашего ума создаёт определённое ощущение. Если же вы этот же звук воспринимаете как шум, она создаёт неприятное ощущение. Эти три аспекта ума автоматичны. Всё это происходит за долю секунды. Четвёртая часть ума очень важна, потому что эта часть отвечающая за реакцию, и она в ваших руках. У вас возникает приятное ощущение. И вы говорите «Я это обожаю». И тогда ваша санкара говорит «Ага, он это любит. Поместим это в коробку с любимым». И навсегда кладёт это в коробку с любимым. Вы ощущаете что-то неприятное и говорите «Ненавижу это». Санкара говорит «Ага, он это ненавидит. Поместим в коробку с ненавистным». И кладёт это туда навсегда. когда вы любите и ненавидите, тянетесь к чему-то или отвращаетесь, желаете или не желаете. Ваша карма растет. Чем сильнее ваши симпатии и антипатии, тем сильнее и болезненнее становится ваша карма. Вам это знакомо? Если у вас есть стойкое чувство симпатии и антипатии, страдания бывают такими же насыщенными. Потому что чем сильнее вы заключены в этих симпатиях и антипатиях, желаниях и нежеланиях, тягах и отвращениях, тем более быстрыми темпами растет карма. Внутри вас выстраиваются механизмы привязки. Если же возникает ощущение, а вы невозмутимы, вы просто переживаете это ощущение таким, как оно есть. Не то, чтобы вам это нравилось или не нравилось, вы просто его проживаете. Потому что когда вам что-то нравится, вы это искажаете. Когда вам что-то не нравится, вы это искажаете. Вы просто ощущаете это на опыте. И тогда вся карма, связанная с подобными ощущениями в прошлом, начнет рушиться внутри вас. Так что если сохранять такое беспристрастное состояние ума, ваша карма начнет разрушаться. Когда же ваш ум бывает беспристрастным? Когда вы принимаете то, что есть здесь и сейчас, ваш ум беспристрастен. Не так ли? И нет такого, что вам это нравится или не нравится. Вы все переживаете таким, как оно есть. Вы сказали мне, что пришли сюда, чтобы проживать жизнь, а не искажать ее, или избегать, не уклоняться от жизни, а проживать ее. Если вы хотите проживать жизнь, ваш ум должен быть беспристрастным. Только тогда вы испытаете все таким, как оно есть. Жизнь может быть постоянно самой разной на вкус. Но не будет того, что вам что-то нравится или не нравится. Вы просто наслаждаетесь разными оттенками вкуса и жизненной атмосферы. Вот почему вы здесь. Это так? Вы здесь для того, чтобы впитать и прожить как можно больше жизни до того, как вы упадете замертво. Да или нет? Нет, мне нравится это и только это. Ну тогда для вас все без толку. Так что, если вы делите на нравится и не нравится, на пристрастие и отвращение, будет происходить карма в руде. Карма будет расти огромными темпами, и будут возникать механизмы привязанности. Если же вы находитесь в принятии, будет происходить карма нашина. Карма будет разрушаться. Это можно очень отчетливо увидеть. Кто из вас сегодня утром проснулся до первых ударов барабанов? Взгляните. Кто из вас без направленных сознательных усилий похоже ел значительно меньше обычного? Все это и есть обычные физические проявления кармы. «Каждый день я встаю в 7 утра». Если завтра кто-то скажет, «Почему бы тебе не встать в 6.45?» «Я встаю только в 7». «Хорошо, но почему бы тебе не встать завтра в 6.45?» Из-за 15 минут сна ничего особо не изменится. Все дело лишь в старой карме. У меня карма вставать в 7. И все. В 6.45? Не могу. И по мере того, как вы будете становиться все более и более осознанными, вы почувствуете, когда ваше тело отдохнуло, и проснетесь. Возможно в 2. Возможно в 4. Возможно в 7. Возможно в 8. Не важно, сколько будет на часах. Вы ведь спать ложитесь не для того, чтобы встать в определенное время. Вы ложитесь спать, чтобы тело полностью отдохнуло. Не так ли? А когда ваше тело полностью отдохнуло, вы должны проснуться. И какая разница во сколько? Но нет. У меня карма вставать в 7. Это и есть компульсивная привязка. Вы можете как угодно пытаться контролировать свои пищевые привычки, но усмирив одну руку, вы продолжите есть другой. Если пытаться делать что-то через силу, будут происходить обратные вещи, практикуя и практикуя принятия, принимая и принимая, вы будете двигаться ко все большей степени свободы. А сопротивляясь и сопротивляясь, вы сами себе постоянно роете могилу. Карма означает действие. Чье действие? Мое действие. Чья это ответственность? Моя ответственность. Почему с первого дня мы постоянно говорили про ответственность, ответственность, ответственность? Да, да, Садгур, я ответственный, но встаньте от меня, пожалуйста. После всего этого мучения с ответственностью, вы по-прежнему не уяснили, что это значит, что имеется в виду под ответственностью. Я говорю вам, что вы ответственны даже за то, что происходило до вашего рождения. Ну вот. До сих пор мы были с вами. Но это уже переходит все границы приличия. Как это так? Я ответственен за то, что было до моего рождения? Что за чушь? Давайте посмотрим с такой точки зрения. Да. Мой дед дал вашему деду 25 миллионов долларов в долг. Это проверенный факт. И сегодня я обнаружил старый дневник деда, где ясно написано, что в тот самый день он дал вашему деду 25 миллионов долларов. И всем известно, что спустя три дня мой дед умер. А за три дня деньги было невозможно вернуть. У меня есть доказательства. Я прихожу к вам, видите ли, мой дед дал вашему 25 миллионов долларов. Это было до вашего рождения, до рождения вашего отца. Но у меня есть доказательства. Но поскольку мы с вами дружим, проценты я включать не буду. Пожалуйста, верните мне только саму эту сумму. Что вы мне скажете? Что? Что за чушь? Я ответственен за ту ерунду, которая случилась до моего рождения? Идите и спрашивайте с моего деда. Вам сразу же захочется отправить меня туда, где находится ваш дед. Ну, скажем, вот эта собственность, это моя собственность, я ею пользуюсь. А вчера вы обнаружили у себя в доме старые документы, которые ясно говорят, что на самом деле эта собственность принадлежит вашему деду. Как вы поступите? Уже нашли себя адвоката? Не так ли? Если у вашего деда до вашего рождения была собственность или богатство, вы возьмете ответственность получить это и сами детям распоряжаться. А если он взял в долг, то, конечно, это не ваша ответственность. Этот трюк известен с ревности. «Орел, я победил», «Решка, ты проиграл». Это давно известно. Когда можно что-то получить, вы возьмете ответственность за то, что происходило до вашего рождения. Не так ли? Когда надо что-то отдать, то, конечно же, вы не несете ответственность. Я хочу сказать, что ответственность распространяется гораздо дальше ваших нынешних представлений и восприятия. Насколько вы способны видеть жизнь, настолько вы и будете осознавать, что ответственны. И тогда вы начнете двигаться к освобождению. Если же пытаться ее на кого-то перекладывать, вы начнете двигаться к запутанности. Вот я иду по улице. И этот ромеш, наступив мне на ногу, ломает ее. Мне больно. Мне очень больно. И я думаю, что этот ромеш ответственен за мою боль. И да, родители обучали меня разным моральным принципам. И мои учителя чему только не пытались меня научить. И священные тексты рассказывали мне о многом. Но поскольку мне больно, и я думаю, что ответственен за эту боль он, мне хочется сломать ему обе ноги. Возможно, я этого не сделаю. Но такие эмоции возникают. Да? Неважно, каким моральным принципам меня учили. Но поскольку мне зверски больно, и я думаю, что за мою боль ответственен он, то если не обе, хотя бы одну. Как только я подумаю, что ответственен он, я начну следовать за его ногами. Я пойду не туда, куда хочется мне. Я пойду туда, куда пойдут его ноги. Если же я осознаю, что моя нога сломана, а на этой планете 14 миллиардов ног. Из всех ног сломалась моя. Такова моя карма. Я не знаю. Сейчас я не смогу разобраться, в чем причина этого. Но раз моя нога сломана, значит, такова моя карма. Если я осознаю это, я буду обеспокоен только тем, как восстановить ногу и пойти туда, куда мне захочется. Если же я буду думать, что ответственен он, я пойду не туда, куда я хотел. Я пойду туда, куда поведут его ноги. Но осознавая, что ответственен я сам, я пойду туда, куда хочется мне. Что из этого является более разумным способом существовать? Карма — это не фатализм. Карма означает осознавать, что жизнь на сто процентов моих рук дело. Моя жизнь на сто процентов моих рук дело. Если осознавать это, то можно создать вашу жизнь такой, как вам хочется. А иначе вы проведете остаток жизни, отвергая одного, ненавидя другого и жалуясь на третьего. И так пройдет вся ваша жизнь. Вы будете чувствовать себя бессильными, загнанными в угол. Я таков, потому что родители передали мне нехорошие гены. Если вам хватает ума думать об этом, вам следует подумать о чем-то другом, не так ли? Да? Если вам хватает ума, чтобы думать, что ваш отец передал вам нехорошие гены, значит, у вас достаточно ума, чтобы жить хорошо. Правда ведь? Нет? Так что карма не предполагает фатализма. Карма значит полностью взять ответственность за свою жизнь, стать хозяином собственной судьбы, направить свою жизнь туда, куда вам хочется, а не позволять ей происходить по воле случая. Вот что такое карма.